Доброе утро, Бокертов! Сегодня я научу вас, как очень быстро заговорить на иврите. Вы увидите, что это совсем не сложно. Для того, чтобы говорить на иврите, нам нужно оперировать глаголами. На предыдущем занятии мы говорили о местоимениях. Сейчас местоимения на экране. Если вы предыдущие занятия просмотрели, поняли, нормально. Если нет, то, пожалуйста, разучите местоимения. Сегодня мы будем говорить о глаголах. И мы начинаем с простых глаголов. Я их называю односложные. Не потому, что они не сложные, а потому, что они состоят из одного слога. Например, глагол гар. Гар. То есть один слог. Гар. И переводится он как проживаю. Проживаешь. Проживает. Живу. Живешь. Живет. Где-то. Обратите внимание, что если мы хотим сказать о женщине, она проживает, или женщина о себе говорит, я проживаю, мы обращаемся к женщине, ты проживаешь. Мы добавим к слову гар, окончание, характерное для слов женского рода, окончание а, буква гэй, и получится гара. В русском языке такая ситуация в прошедшем времени. Например, если речь идет о мужчине, я, ты, он, жил. А если о женщине, я, ты, она, жила. То есть мы добавим окончание а. В иврите это в настоящем времени в глаголах такого типа. В других глаголах может быть другое окончание, об этом как-нибудь в другой раз. Во множественном числе, если мы хотим сказать проживаем, проживаете, проживают, мы прибавим окончание им, к слову гар, и получится гарим. Сейчас мы с вами начинаем строить предложения. Например, я скажу, я живу в Телеме. Телем это название деревни, где я живу. Они гар бе телем. Бе это предлог местонахождения. Они гар бе телем. Я живу в Телеме. Если будет говорить женщина, и она, например, скажет, я живу в Киеве, она скажет, они гара бе Киев. Я живу в Киеве. Они гара бе Киев. Давайте скажем, мы живем, например, в Ашкелоне. Ашкелон это название города в Израиле. Анахну мы. Анахну гарим. Бе Ашкелон. Мы живем в Ашкелоне. Кому трудно еще оперировать буквами, пользуйтесь транскрипцией. Важно понять принцип гар, гора, гарим. И все последующие глаголы мы будем сравнивать с этим глаголом. Давайте возьмем слово эйфо. Эйфо это где? И спросим сейчас мальчика, мужчину. Где ты живешь? Мы спросим. Эйфо. Ата. Гар. Гар. Ты проживаешь, живешь при обращении к мужчине или к мальчику. Эйфо. Ата. Гар. Давайте спросим женщину. Где ты живешь? Эйфо. Где? Эйфо. Ат. Гара. Где ты живешь? Теперь мы спросим группу людей. Где вы живете? Эйфо. Ат. Эм. Гарим. Где вы живете? Надеюсь это не сложно. Теперь мы начинаем учить другие глаголы и будем строить предложения с ними. Мы берем глагол тас. Тас это лечу. Соответственно я здесь не пишу, но вы должны понять, что в настоящее время лечу, летишь и летит. Все три лица в настоящее время совпадают. Разница только вроде мужской и женский. Например, я скажу. Я лечу в Нью-Йорк. Они тас. Я лечу. Ле. Это предлог направления. Кто этого еще не знает, я рекомендую посмотреть материал, который называется предлоги местонахождения и направления. Ссылка находится внизу под этим материалом. Итак. Они тас. Ле. Я лечу в Нью-Йорк. Я лечу в Нью-Йорк. Давайте скажем. Он летит в Мадрид. У. Тас. Ле. Мадрид. Если мы говорим о женщине, или женщина говорит о себе, то мы скажем таса, или она скажет таса, обратите внимание, мы прибавим глаголу тас, букву гэй, признак женского рода в данном случае. Таса лечу, летишь, летит. Только когда речь идет о женщине. Например, женщина скажет о себе, я лечу в Берлин. Они таса, ле, Берлин. Во множественном числе, если мы хотим сказать, мы летим, вы летите, они летят, мы прибавим окончание им. Получится тасим. Тасим. Я сейчас еще несколько слов добавлю, чтобы у нас была возможность строить предложение. Давайте мы спросим. Я беру слово ле-ан. Ле-ан, это куда? Например, давайте спросим знакомого нам мужчину. Куда ты летишь? Ле-ан, а-та, тас. Ле-ан, а-та, тас. Например, он скажет. Мы летим в Париж. Анахну. Здесь мы должны прибавить окончание им. Я здесь написал окончание слева, чтобы было удобно пользоваться схемой. Анахну. Тасим. Ле-париз. Мы летим в Париж. Давайте спросим женщину. Возьмем слово мотай. Мотай это когда? Мотай. Спросим женщину, когда ты летишь в Мадрид? Мотай, а-т, таса, потому что мы обращаемся к женщине. Форма женского рода единственного числа. Окончание а. Мотай, а-т, таса, ле-мадрид. Когда ты летишь в Мадрид. Давайте сейчас скажем, например, они летят из Нью-Йорка в Киев. Из на иврите, мы уже об этом говорили, это ми, и в некоторых случаях мэ. Предлог из или от. И мы скажем, они летят из Нью-Йорка в Киев. Гэм, тасим. Тас и окончание им. Гэм, тасим. Ми, Нью-Йорк. Ле, Киев. Ми, это из или от. Ми, Нью-Йорк. Из Нью-Йорка. Ле, это направление куда? Ле, Киев. Еще раз. Гэм, тасим. Ми, Нью-Йорк. Ле, Киев. Давайте возьмем слово НАХ. НАХ, это отдыхаю. И сейчас просклоняем его во всех формах настоящего времени. НАХ, форма мужского рода, единственное число, форма женского рода. НАХ, и во множественном числе НАХИМ. Например, давайте скажем сейчас, мы отдыхаем в парке. Парк так и будет парк. АНАХНУ, НАХИМ, БЕ, ПАРК. БЕ, это предлог местонахождения. АНАХНУ, НАХИМ, БЕ, ПАРК. Мы отдыхаем в парке. Например, я добавлю еще частицу ЛО. ЛО, это отрицательная частица. И мы сейчас скажем, они НЕ ОТДЫХАЮТ В ПАРКЕ. АНИ, это ГЭМ, ГЭМ, ЛО, ТАСИМ, БЕ, ПАРК. Видите, я ошибся, ТАСИМ и ТАВИТЯТ. Они НЕ ОТДЫХАЮТ В ПАРКЕ. ГЭМ, ЛО, НАХИМ, БЕ, ПАРК. ОНИ НЕ ОТДЫХАЮТ В ПАРКЕ. Еще раз. ГЭМ, ЛО, НАХИМ, БЕ, ПАРК. Давайте спросим, где он отдыхает. Эйфо, ГУ, НАХ. Где он отдыхает. Эйфо, ГУ, НАХ. Например, давайте ответим, он не отдыхает. ГУ, ЛО, НАХ. Он не отдыхает. Следующее слово, которое мы возьмем. РАЦ. РАЦ. Это БЕЖИТ, БЕГАЕТ, БЕГАЕШЬ. В форме мужского рода РАЦ. В форме женского рода РАЦА. Мы прибавим окончание А. Только обратите внимание, что буква ЦАДИ, в данном случае, она в конечном варианте. Если мы прибавим окончание А, то мы получим... Она уже будет не в конечном варианте написания. РАЦА. И во множественном числе РАЦЫ. Давайте сейчас скажем, например, «Она бегает в парке». И РАЦА, БЕ ПАРК. Она бегает в парке. И РАЦА, БЕ ПАРК. А теперь мы скажем, «Они бегут из парка в банк». Банк так и будет на Иврите Банк. «Хэм» – РАЦИМ. «Ми» – ПАРК. «Ле» – БАНК. «Они бегут из парка в банк». Я добавлю еще одно слово. Все у меня записано. «Меэйфо». «Меэйфо» – это «Откуда?» Давайте спросим. «Откуда они бегут?» «Меэйфо» – «Хэм» – РАЦИМ. «Меэйфо» – «Хэм» – РАЦИМ. «Откуда они бегут?» Давайте скажем. «Они бегут из банка». Получается «Хэм» – РАЦИМ. «Ми» – БАНК. «Они бегут из банка». Давайте возьмем еще слово «Вэ». «Вэ» – это «союз». «И» – «Например, я скажу». «Они Вэйгор», «Я и Игорь», «РАЦИМ» – БЕ ПАРК. «Бегаем в парке». «Они Вэйгор», «РАЦИМ» – БЕ ПАРК. Я возьму слово «БА». «БА» – это «пребываю», неважно каким образом. «Прихожу», «прилетаю», «приезжаю». Соответственно, во всех трех лицах. «Приходишь», «приезжаешь», «прилетаешь», «приходит», «приезжает», «прилетает». «БА» – в форме женского рода. Я добавлю окончание «А», получится «БАА». И во множественном числе я добавлю окончание «ИМ», получится «БАИМ». «ИМ». В этом слове нужно не забывать, кто уже пишет с буквами, нужно не забывать писать букву «АЛЕФ». Это буквы корня, писать обязательно. Давайте скажем. «Он приходит в банк». «ГУ БА ЛЕ БАНК». Давайте скажем «Они не приходят в парк». «Они не приходят в парк». Давайте скажем, спросим сейчас, когда она прибывает. По смыслу это может быть «прилетает» тоже. Например, «когда она прилетает». Спросим. «МАТАЙ ИИ БАА». «Когда она прилетает?» Давайте ответим. «Она прилетает в феврале». «Февраль» – это будет «фебруар» на иврите. Легко запомнить. «ИИ БАА БФЕБРУАР». Теперь то, что мы сделали во время занятия, вы можете делать самостоятельно. Важно прорабатывать, чем больше предложений. Стройте как можно больше предложений. Желательно их записывать. А через какое-то время, когда вы уже забудете, что вы записали, в каком порядке записали, через 2-3 дня, читайте то, что вы написали. Если вы не владеете еще буквами, пишите транскрипцией. Желательно, конечно, буквы освоить. Вам будет легче. Это зависит от того, какую задачу вы перед собой ставите, на каком уровне вы хотите знать иврит. Надеюсь, это было несложно и понятно. Мы с вами начали говорить на иврите. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Марк Харах. Учите иврит вместе со мной. Лейтраут. До свидания.